В 18 нас не предупредили, что мы с Оксаной Пашиной уже в эфире. А мы тут раз-два-три. Но мы в эфире. Раз-два-три. И вышел, знаете, погулять, все как предполагается. И с нами на связи, я думаю, надеюсь, вернее, что с нами на связи нас слышат. Владимир Пастухов, политолог, научный сотрудник University College of London. Добрый вечер. Добрый вечер. Я надеюсь, что вы меня тоже слышите. Отлично. Отлично. А слушателям, которые нас могут видеть на YouTube-каналях Москвы, и те, кто нас только могут слушать, они могут задавать свои вопросы. Номер для СМС плюс семь девятьсот восемьдесят пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. У нас также работает твиттер-аккаунт Вызван. Да, у нас прямой эфир. И, ну что, тогда начнем, да? Первый вопрос. Вот, скажем так, современного политолога, интересующегося Россией, политической жизнью России, насколько могут заинтересовать грядущие выборы мэра Москвы и другие выборы, проходящие, местные выборы, проходящие в России в ближайшее воскресенье? Ну, по крайней мере, существование воды на Марсе меня интересует больше. Это безусловно. Вы понимаете, выборы любые могут кого бы то ни было интересовать, если имеется выбор. Поскольку выбор в случае московских выборов отсутствует. Совершенно очевидно, что эта форма переназначения Савянина на существенную должность, и что нет ни конкуренции, ни реальных фигур, которые могли бы составить пул кандидатов, то зачем за ними наблюдать? Технологии, манипулирование сознанием меня не очень интересует, это не моя профессия. Но, с другой стороны, примерно так же проходили выборы президента, но, тем не менее, все-таки за ними наблюдали. Это тоже была форма переназначения Путина. Я должен, откровенно, признаться в страшном. Выборы президента меня интересовали приблизительно так же. Понятно. Но, тем не менее, все-таки надо комментировать надо. А скажите мне еще тогда, еще в связи с московскими выборами, есть ли у вас какое-то объяснение, вообще нужно ли какое-то объяснение, почему, собственно говоря, если даже на президентских выборах была хотя бы видимость некой оппозиции, присутствие оппозиции, да, среди кандидатов, то здесь вообще ничего нет. Здесь просто выжженная совершенно электоральная поляна. И почему это ошибка, или, я не знаю, как это назвать, это неумение оппозиции объединиться и кого-то выдвинуть, или это все-таки это действие власти, которое просто защищало для себя эту поляну московскую? Она важная, между прочим. Ну, с моей точки зрения, этому есть три объяснения. Первое – это фантомная боль. Навального списка нету, но память о нем жила. Собянин начал с того, что решил, вопреки советам администрации президента, хорошо поэкспериментировать несколько лет тому назад и получил довольно значимый результат протеста в голосовании. И больше никто экспериментировать не хочет. Тем более, что это совпало с пенсионной рекордой и экспериментировать только открытого огня, но это безумие. Второе – в принципе, все-таки Собянин пять лет назад, там Собянин сегодня, это два разных Собянина. То есть есть усталость металла, есть усталость чиновника. Он закалился, в хорошем и плохом смысле этого слова. Ему просто это все неинтересно. Он больше не хочет экспериментировать. У него есть одна шель, чтобы это прошло тихо и без проблем. А вообще, должность мэра Москвы не является пределом мечтаний Собянина. И, естественно, у него есть амбиции и президентские. Вы считаете? Да. Он боится скандала, ему лучше все выжать на полном, чем допустить скандал. Ну и в-третьих, все-таки выборы в Москве занимаются не Собянинами, занимаются администрация президента. Преимущество на все базовые решения принимается там. И, по всей видимости, есть общая установка, чтобы выборы в Москве не особо на отличались от средней температуры в России. А скажите, пожалуйста, раз вы считаете, что у Собянина, безусловно, даже есть амбиции президентские, они как проявляются? В индивидуальном порядке он где-то по ночам мечтает об этом? Или он, что когда-нибудь я смогу сменить Путина? Или он просто рассчитывает на то, что Путин или некая правящая команда просто выберет его в качестве, назначит его в качестве следующего преемника? Если вообще преемник понадобится. То есть, достаточно амбициозная, цельная и крупная фигура, Собянина для того, что и находится в возрасте, который далек от предпенсионного. Своей точки зрения, в принципе, странно было бы, если бы он считал, что он достиг всего в жизни и не похоже по его поведению. Что же касается его планов, то они очень простые. Все прекрасно понимают, что проходит все. Пойдет этот период русской истории, и после него начнется какая-то игра, в которой на столе будут раскладывать колоду карт. И очень важно занять за этим столом место, которое наиболее выгодно, чтобы лучшие карты легли у тебя. Собянин понимает, что место мэра Москвы, как и место премьер-министра России, является одной из наиболее выгодных. Соответственно, просто удерживая его в своих руках, он уже сохраняет наибольшие шансы на то, чтобы поучаствовать в игре. На новых условиях. Соответственно, если он будет сегодня допускать ошибки, которые могут привести к тому, что он потеряет это место, то это означает, что он нанесет наибольший удар таким образом своим амбициям. Тут все очень просто. То есть сейчас игры нет. Сейчас вообще в стране нет игры. Ни у кого. Поэтому игра состоит в том, чтобы усидеть за столом и занять наиболее выгодное положение к тому моменту, когда игра начнется. Ну, конечно, как говорят мудрые люди, в России надо долго жить. А как Вы считаете, пенсионная реформа как-то повлияет на голосование на выборах мэра? Или в сознании избирателя Собянина и пенсионная реформа никак не связаны? Есть плохое правительство, есть добрый президент, а мэр тут вообще ни при чем. Я думаю, что просто этот новый процесс, который пенсионная реформа запустила в сознании населения, он не успеет до момента выборов набрать достаточную инерцию. Мы уже с Вами один раз обсуждали вопрос о том, что одинаково ошибочно было бы считать, что пенсионная и другие социальные рекорды, которые последуют в социальной сфере, не окажут никакого влияния на отношение населения к власти. И точно так же ошибочно ожидать какого-то мгновенного воздействия на сознание, когда это приведет к каким-то восстаниям, выражениям прямого протеста по Украинскому или по какому-то другому типу. То есть в России это всегда долгосрочная игра, опять-таки, извините за повторение слова, это длинный цикл, и в рамках этого длинного цикла будет накапливаться раздражение, которое в какой-то отдаленной точке обернется мгновенной для легитимизации власти. Но просто для этого нужно время. Естественно, что гораздо больше, чем то, которое деляется на сегодня от выбора мэра Москвы. Я не ожидаю никакого существенного воздействия этого факта. А скажите, пожалуйста, все-таки я хочу бы тоже вернуться к слову «игра» еще раз. Вы сказали, что еще время большой игры не настало. Если я вас правильно понял, сейчас такой период выжидания. Но ваши коллеги, политологи высказывают такое мнение, что, собственно говоря, это не выжидание подготовки. Причем подготовки довольно активные, но не публичные, естественно. И трансфер власти, транзит власти неизбежен. И элиты действительно к нему готовятся. И, собственно говоря, занимаются только одним. Чтобы этот переход был максимально удобным и эффективным, я бы даже сказал, для них самих. Главное сохранить, как вы говорите, место за этим столом и в будущем, да, после того, как этот переход власти произойдет. Только куда, от кого, куда переход? И вот вы все-таки прогнозируете некую такую вспышку, да, я так понимаю, ну, если не народного гнева, то всякое случае народного разочарования. Но я так понимаю, что готовятся просто другие формы, то же самое, только, что называется, сбоку, да, то есть оставление Путина, там, другой должности, вот более всего наши аналитики склонны именно к такому варианту. Ну, конечно, последнее, что я прогнозирую, это какую-то вспышку. В России народ и масса это не игрок, а доска, на которой играют. То есть это фон, на котором разыгрываются события. Поэтому, меньше всего, я ожидаю превращения... То есть это некая фишка на этом игровом поле, да? Да, меньше всего, я ожидаю превращения энергии масс в субъект. Это, конечно, возможно при фатальных ошибках власти, ну, например, при которых она решается в цели мобилизации массового сознания на какую-то глобальную военную авантюру, которая приведет к гораздо более серьезным потрясениям экономики, чем те, которые были даже после украинского конфликта. Но я, честно говоря, надеюсь на здравый смысл Кремля и на то, что подобного рода ошибок пришел желание немного подстегнуть патриотическим допингом сознание не допустит. То есть если таких глобальных вещей не будет, то речь может идти только о внутриритарной борьбе, которая будет развиваться на негативном фоне. Негативный фон это и будет вот это вот нарастающее глухое недовольство. То есть это просто как предлог для некой игры, как игры наверху. Да, как совершенно, как козырь вот в этой внутриритарной борьбе будут указывать на то, что, в принципе, черни уже стоят под стенами Кремля и ждет какого именно боярина. Там просят и желательно, чтобы это был боярин, а не кто-то другой. А у вас есть основания из предыдущего опыта, даже недавнего, рассчитывать именно на здравый смысл в Кремле? Я, честно говоря, далек от мысли изображения людей в Кремле в качестве сумасшедших или некомпетентных. Конечно, это все присутствует, но опыт, это сообразно, десятилетний опыт миграции подсказывает, что это общечеловеческое. Понимаете? Не более, не менее, чем в Великобритании, во Франции или тем более в США. Поэтому, да, там присутствуют разные силы, там есть люди, очевидно, неадекватные люди, идеологизированные, об этом можно отдельно поговорить, что, в общем, приводит иногда к эксцессам. Но там достаточно степени карьерно ориентированных здравомыслящих людей, которые в любые времена, в любом режиме занимаются властью, как работают. еще один такой вопрос, сегодня тоже я где-то читал, сейчас много аналитики всякой, что, опять же, возвращаясь вот к этой игре, может быть, такой в ближайшем или не в ближайшем будущем, что нас ждет, считает, считает, один из целых групп, наверное, даже политологов, что нас ждет даже отход и уход даже вот от нынешней имитационной демократии, что будет просто ужесточение режима, потому что даже в этой имитации демократии никто не будет нуждаться, это означает, собственно говоря, примерно то, что вы сказали, то есть это никакого, никакой ссылки и отсылки к мнению внизу, все решается исключительно наверху, и все будет решаться только сверху, но никак не снизу. Такое развитие ситуации вполне возможно и ожидаемо, но в то же самое время за все хорошее в жизни надо платить, понимаете, конечно, можно легко отойти от модели даже имитационной демократии, ярчайшим проявлением которой является то, что мы с вами имеем сегодня возможность сговаривать. Вполне думаю, сказать, что через 2-3 года у нас с вами такой возможности не будет, по крайней мере, в каком формате. А другая сторона это имитационная демократия, это как раз те выборы, с которых мы начали говорить. Но при этом, понимаете, тогда возникает вопрос, куда утилизовывать энергию тех людей, которые хотели бы находиться вполне комфортно для любого человека в полулоэлистской, полуфрандистской среде. Понимаете, в принципе, власть держится на том, что я бы назвал, около Кремля, а не на том, что в Кремле. то есть, ключевую роль играют и не массы, и не носители власти, а достаточно широкий круг околовластной прослойки, который, в конечном счете, пока проявляет определенную лояльность, пусть и ворчит, тем самым, обеспечивает стабильность. И если отказаться полностью от модели имитационной демократии, то это значит, что вот эту вот околовластную прослойку, к которой относятся огромные отряды российской интеллигенции, в первую очередь, творческой, служивой, военной, полицейской, медицинской, учительской. Это довольно большая такая масса, скажем так, людей, не совсем овощного в его состоянии. Раньше у нас были АЖП с активной жизненной позицией. Да, с АЖП. Как видите, вот АЖП окажется, в общем-то, в углу. И в этом углу им придется делать очень неприятный для себя выбор. А мы знаем по воспоминаниям Владимира Владимировича Путина, что одно из самых серьезных его детских впечатлений было впечатление от крысы, которая, находясь в углу, идет на абордаж. И судя по тому, что оно попало в его первое, так сказать, амбициозное интервью, которое он давал тогда Юмашеву и компании, это сильное впечатление. Он его помнит. Я думаю, что он будет делать все для того, чтобы все-таки нашу маленькую крыску, частью которой мы сами являемся, в этот угол не ставить до последнего. А невозможно ли в этом случае, скажем так, реванш правых? Потому что те же самые коммунисты говорят то, что очень нравится людям. Мы отменим пенсионную реформу, деньги есть, никакой реформы не будет. Мы за социальные льготы и так далее и тому подобное. Ну, если поправку, которую вы внес, я бы назвал это реваншом лево. Лево, да, да. Да, значит, проблема состоит в следующем, что очень существенной частью имитационной демократии является наличие имитационных левых. И если бы мне предложили сейчас перечислить факторы стабильности режима, то я бы начал вовсе не с 2,5 миллионов силовиков, не с войны в Донбассе, как отлетающих фарк. Я бы начал с того, что в России существуют псевдо-левые группировки, которые позволяют в ложную руку направлять адаптиву протеста социального. А также псевдо-правые группировки, которые позволяют в ложную направлять энергию протеста национального, националистического. И вот на них-то как раз в общем-то стабильность режима держится. Поэтому пока у нас левое движение олицетворяется коммунистической партией Российской Федерации в том виде, в котором она существует последние 20 лет при Зюганове и компании, ничего подобного выйти не может. А вот если зародится действительно левое движение рядом и в обход Зюганову и компании, то тогда то, что вы сказали, станет очень серьезной проблемой. Типа у Дальцовского, да, какого-нибудь движения? Я, островенно говоря, не склонен у нас пропадает звук. Да, я не склонен переоценивать роли и значения ряда молодых вождей, которые выдавались в последние 10 лет, потому что они должны еще доказать свою возможности и влияние не только в лабораторно-медийных условиях, но и в реальных политических, поэтому может быть как у Дальцова, но может быть совершенно другого типа человек и другого уже поколения. Вы сейчас сказали, так сказать, как это ложно-левые, да, ложно-правые, а у нас не ложные. Настоящие. Кто у нас, да, сам, ну, скажем так, сам правящий режим. Как бы вы его определили? Он левый, правый, центр, крайне консервативный, крайне правый, крайне левый, ну, в общем, вся палитра перед вами. Он умеренно правый, он, безусловно, олигархический, он, безусловно, действует в интересах очень узкой группы финансово-промышленной олигархии, частью которой он сам стал, но не левый, но не левый, и одна из проблем, которая у этого режима существует, что по целому ряду причин, в том числе и всей своей предыдущей истории, и своих связей, и своей внутренней компоновки с олигархическим капитализмом, он не может сам совершить тот левый поворот, который давно назрел, и даже перезрел, и который является практически неизбежным будущим для России, то есть самое простое для Путина было бы стать левым диктатором, но это как раз то единственное, что он себе не может позволить. Да, но с другой стороны по такой повседневной практике мы видим очень активную реконструкцию, восстановление, реставрацию, если хотите, неких инструментов и методов чисто советского, чисто советских, того советского периода. это не может быть... Он не был левым советский период, тот период, который сейчас восстанавливается, он уже не был левым, понимаете, это была умирающая, давно переродившаяся империя, которая уже на самом деле ничего не имела от левой идеи, кроме некоторой государственной патриархальности. Государственной патриархальности, ну как абсолютно государственная экономика, отсутствие фактически частной собственности и так далее. Понимаете, государственная экономика, ключевое, что, это я сейчас подумал уже, реагируя, что ключевое, что должно будет характеризовать левую идею и левый переворот, это разрыв с олигархическим капитализмом и демонополизация экономики в том виде, в котором она сегодня существует. То есть, условно говоря, если президент Путин принимает ряд политических правовых шагов, которые приводят к разрыву между пятерстами, скажем так, не более семей. Сегодня контролируют наверное 80% экономических ресурсов России и экономикой отрывает их от госбюджета, ставит их в условия, я не говорю, что он их расстреливает или он их сажает, как Ходоковского раньше, на 10 лет. Нет, он их просто ставит в условия реальной конкурентности, перестает их датировать из бюджета за счет всего населения Российской Федерации и перестает делать их неприкасаемыми, прикрывая их силовиками, что бы они ни делали. Вот если он это сделает, это и будет левый поворот. Вы сейчас здесь вас, извините, вынуждены вас прервать на выпуск новостей. в политолог мы вернемся через несколько минут. 20-18 20-18 Это программа 20-18. Мы продолжаем. Политолог Владимир Пастухов, Виталий Дымарский, Оксана Пашина. Ваши вопросы можете присылать на номер плюс семь девятьсот восемьдесят пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Трансляцию смотреть на ютуб-канале Эхо Москвы. И вы нас увидите на этом ютуб-канале. Мы остановились, мы довольно долго говорили, отталкиваясь от Сергея Семеновича Собянина о том, о нашем сегодняшнем режиме. В какой мере, как вы думаете, в какой мере может на все происходящее очень обобщу, может повлиять этот скандал, эта вся история со Скрипалями. И в связи еще с новыми разоблачениями, с новыми данными, которые опубликовала английская сторона? Политические последствия, да? Никаких непосредственных политических последствий более тех, которые уже наступили, не будет. В принципе, за пределами Российской Федерации ни у кого здесь, на Западе, не было и ранее сомнений в том, что следы ведут в Россию. У меня есть впечатление, что информация, которую публиковала английская сторона, была ей известно значительно раньше, чем это было сказано позавчера. По видимости, по каким-то причинам было решено, что это должно быть сделано позже. Потому что, собственно, то, что было установлено, оно могло быть установлено в течение одной недели после покушения. я думаю, что ключевое, что изменится, это меняется образ и восприятие России в мире. То есть, Россия становится в глазах очень многих людей таким отморозком. Вы живете рядом с хулиганом, вы не можете вычислить его из квартиры, это вне вашей власти. Но вы понимаете, рядом с кем вы живете, чего от него можно ожидать. Таким образом, Россия может рассчитывать только на то, что она будет получать то, что может оторвать зубами. То есть, никаких альянсов, никаких договоренностей, никакой политики в широком смысле слова для современной России в мире не существует. Потому что политика существует там, где есть доверие и где есть определенные перспективы выполнения договоренностей. И все знают сегодня, Россия это страна, которая может все, ни за что не отвечает, ничего не признает. И поэтому с ней возможно только один вид спорта. Бокс. Ну, вы сейчас говорите как бы о реакции запада, такого коллективного запада, да? Но тогда Россия будет наверное из каких-то других союзников, ну, собственно говоря, что уже много раз декларировалось, начиная с Китая и так далее, туда на восток. Я должен сказать, что Россия активно ищет этих союзников на протяжении последних 10-20 лет. Вообще мысль о том, что будущее человечества зависит от объединения народов России, Индии, Китая, это ленинская мысль. Мысль о том, что Россия может выжить только, если будет использовать противоречия внутри стран капиталистического блока и играть на этих противоречиях, это ленинская мысль. Мысль о том, что Россия может выжить только, если она сможет использовать своих интересов полезных идиотов на Западе, где уходят, это ленинская мысль. То есть мы сейчас взяли наружение ленинскую партию. Проблема состоит в том, что народа Индии и Китая, которых мы как люди в качестве партнеров, спят в другом сне и не видят Россию в качестве такого равноправного партнера, потому что Россия хотела бы, имея экономику в разы меньше, чем китайская, имея техническое развитие сейчас выступающие по динамике индийскому, имея население просто колоссально меньше, чем индийское и китайское, быть таким мозговым центром для этих стран, которым якобы она манипулирует и использует их в своих интересах. Проблема в том, что Китай сам научился манипулировать кем угодно, никому не нуждается и в общем это утопия. И тоже обладает ядерным оружием. И тоже обладает ядерным оружием и заинтересован в контактах с Западом намного больше, чем в контактах с Россией. И в конце концов, у нас есть печальный опыт даже не наших времен, есть замечательные воспоминания Владимирова, нашего представителя, особый район Китая. Особый район Китая, где все можно прочитать, кто умеет читать. Где Мао Цзэдун, в нищей, в той стране, которая зависела целиком и полностью от России, готов был предать Сталина и СССР по любому поводу, по любой возможности, ради развития интересов США. Тогда, почти, там, 60-70, сколько уже, лет назад. О чем говорить сейчас, когда Китай одна из наиболее динамично развивающихся мощных держав. То есть, это утопия. Это очередная русская утопия, которая точно так же развеется, как «Сиреневый туман», как и многие другие выпуски. Особый район Китая, конечно, в свое время произвела фурор вообще в Советском Союзе, когда ее напечатали. Потому что нашим слушателям помоложе надо сказать, что это действительно очень интересная книга. Ее, наверное, сейчас тоже можно найти, я думаю. Первая книга, которая... Если бы я сейчас мог встать с своего места, я бы ее продемонстрировал уже в эфире. Одна из тех, которые я вывез из России в Украину. Ну, возвращаясь к делу Скрипалей, мы говорили о реакции внешней на это дело. А внутри страны во время перерыва с Федеральной научно обсуждали это. И чем больше доказательств того, что действительно мы к этому причастны, Москва, Россия к этому причастны, не будем уточнять, тем больше это нравится населению, которое говорит, что, ну, хорошо, он предатель. Ну, не то чтобы население, но это, во всем случае, такое впечатление, что какая-то реакция, какая-то немножко такая вялая, я бы рассказал, со стороны Москвы, вот на новые эти. Уже, по-моему, с этим как-то смеялись. Ну, и говорите, собственно говоря. Ну, да. Ну, отравили, в конце концов. Даже если это мы, я бы так сказал, то ну и что? Это уже предатель. Вот примерно такая логика. Знаете, тут все очень просто. Ну, во-первых, эта реакция, я ее называю реакцией по типу Божьей роса. Ну, да. Понимаете? Да. Второе. Эта реакция свидетельствует о получении властью такой некой абсолютной независимости от общественного мнения как внутри, так и во вне страны. и в этом отношении власти сейчас, собственно говоря, все равно, что будет про нее сказано и что про нее подумают. Поэтому сейчас они поступают, ну, единственный верт. Мы сейчас не обсуждаем причины, кто, зачем и почему это сделал. Это отдельная как бы тема, которая будет прожить, я думаю, еще десятилетия всех. Но, тем не менее, мы обсуждаем сейчас последствия. В последствии они заняли единственную возможную позицию сегодня. Это позиция хулигана, которого привели в отделение милиции. У него руку там в кармане чужом обнаружили, но он кричит, я ни в чем не виноват, мою руку туда засунули. Все. Никаких других вариантов нет. Не верь, не бойся, не проси. Мы живем Владимир, а есть ли действительно другой вариант? Вот если предположить невероятное, что завтра там выходит Мария Захарова и говорит, вы знаете, да, это действительно наши граждане, вот, и типа того мы приносим извинения, этого больше никогда не, ну, я сейчас, конечно, в очень форме такой сказочной это все преподношу. Короче, какая-то форма извинений, какая-то форма, ну, я бы сказал так, шага назад, да, во всей этой истории. А этих мы сейчас накажем, Петрова. Ну, да, 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 это, как вы говорите, это спасет ситуацию или нет? Можно я ваш сценарий фантастический сделаю реалистическим? Да. Завтра выходит Мария Захарова и говорит, да, действительно, простите, это были наши граждане, поэтому на следующих выборах мы их выдвинули членами Совета Федерации от Алтайского и какого-то другого, и они теперь у нас сенаторы. Ну, вы повторяете историю, как история с Луговым. Я хочу сказать, что мне кажется, даже, то есть, они излетели даже уроки из истории с Луговым, и вот как мы с вами начали с того, что, почему Собянин не участвует в никаких фиктивных мероприятиях, что это все выглядит как абсолютно рутинное переназначение. Вот по тем же причинам, по которым Собянин не играет ни в какие игры, и Мария Захарова не играет ни в какие игры, они понимают, что каждое лишнее слово могут за это слово потянуть. Каждый лишний жест он ведет к каким-то последствиям. Скажешь, наши граждане надо объясняться в чем-то, а скажешь, вообще не знаем, кто такие, ничего объяснять не надо. Мне кажется, что они будут максимально держаться этой позиции насколько возможно и по-своему в своей логике будут права. Если они начнут объясняться, то это уже будет ошибка в их логике. Ну да, и это заставляет, я думаю, что это еще больше такого рода истории заставляет нашу коллективную власть держаться за власть и бояться от нее отойти. Тут очень важный момент, надо сказать. То, что сейчас было озвучено англичанами, нам не раскрывает на самом деле пока что полной картины и не объясняет, кто, почему и с чем это сделал. То есть, понятно только одно, что это каким-то образом связано с Россией, понятно, что это каким-то образом связано с деятельностью спецслужб, и понятно, что это сделали люди, прилетевшие непосредственно из России туда улетевшие. Но дальше есть очень много градаций серого. То есть, вариант, Путин лично подписал приказ уничтожить Скрипаля. Предателя. Предателя. Я вот в такую примитивную версию не верю по одной простой причине. Если бы он непосредственно отдавал такой приказ, он бы нашел другое время это сделать. Второй вариант, более невероятный. Есть общая установка, и она, конечно, неоднократно даже публично озвучилась, о том, что перевесчики должны уничтожаться. Я в этом смысле согласен комбинированно и с версией Кирилла Рогова, и с версией Юлии Латыниной о том, что, скорее всего, последние скандалы, связанные с допингом, действительно напугали власть объемом вреда, который может возникнуть в связи с перевесчиками. И второе, что, в общем, никто скандала не планировал, тут я Сюлии Латыниной согласен полностью, что это предполагалось сделать как тихое устранение, замаскированное под какой-то естественный инцидент, инфаркт, миокарда, еще что-то, которое бы никто не стал расследовать. Но нужно очень непрофессионально сработать. Он был выполнен, как и все последнее время, в этой вечности, крайне непрофессионально. Я действительно, опять-таки, согласен с Латыниной в том, что могли не просчитать, что к нему приезжает дочь, и в результате это все приобрело в совершенно другой формат, и вылил скандал. То есть, второй вариант, что, да, кто-то, опять возвращаясь, есть общая установка, и дальше есть большая свобода реализации этой общей установки всевозможного рода руководителями среднего звена в силовом будет. Есть, наконец, третий вариант, который мне всегда изначально казался наиболее вероятным. Есть общая установка, есть спецслужбы, и есть состоявшийся факт полного сращения сегодня российских спецслужб и криминальных структур, при которых наиболее грязная часть работы все больше и больше перекладывается с согласием училивого одобрения спецслужб на преступные организации, которые, как умеют, своими силами реализуют эти заказы. Будь то Центральная Африканская Республика, будь то Великобритания, будь то любое другое место. И, кстати, тогда это во многом объясняет непрофессионализм исполнения. Понимаете, это в принципе мы до сих пор не знаем, что произошло. То есть, мы видим конечный результат, мы видим, что это идет к России, но как бы механика для нас скрыта. Я не исключаю, что это третья производная. Сегодня нам же как бы, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, подбросили еще одну версию, что Скрипаль сотрудничал с испанскими правоохранительными органами. И там вроде поспособствовал разоблачению преступных группировок российских, которые действовали в Испании. И что подразумевается, что это могла быть мечь со стороны вот этих преступных группировок, организованной преступности, которая осела в Испании. Для меня в этом нет ничего нового, в смысле как информации в сбросе, потому что то же самое, мы знаем, Малитвиненко в Испании идет постоянная борьба с Петровско-Малышевской группировкой, которая осела там, и которая вообще в принципе Испания и Греция это две излюбленные зоны, в которых отмываются русские криминальные деньги, и в которых нашли пригорище огромное количество представителей петербургской криминальной среды. То есть, соответственно, правоохранительные органы этих стран находятся в режиме постоянной борьбы то с одной, то с другой гидрорусской мафией. И поэтому использование ими тех или иных перебежчиков в качестве консультантов, переводчиков и так далее, это практически постоянный процесс. И я думаю, что нет ни одного бывшего сотрудника спецслужбы, оказавшегося на Западе, а я вас уверяю, их тут тьма. Понимаете, их здесь скоро будет больше, чем в Лубянке. И они все, наверное, так или иначе с кем-то сотрудничают. Поэтому для меня само по себе в общем-то это не повод. При этом я не уверен, что Скрипаль, как и Литвиненко, могли внести какой-то больший существенный вклад в это дело, чем быть переводчиком или объяснять наши понятивные термины испанским прокурором, которые в этом не очень разбираются. Мне кажется, это взброс. Другой вопрос. Может быть, конечно. Да, другой вопрос. Что вне зависимости от всякого расследования в Испании, кому-то из группировок, базирующихся в Испании, в Петербурге, где угодно, которые являются чисто криминальными структурами, через посредников в УГРУ или еще где-то могут быть переданы заказ, намек, просьба это совершить. Это я допускаю. Слушайте, а, ну, скажем так, Путин или там Кремль уже не в состоянии это контролировать и пресекать, если они считают, что это идет вопреки интересам, там, извините, России или их собственного? Вы знаете, у молодого Юрия Полякова был замечательный роман о пофигеи, в свое время изменивший в свое время навсегда мое отношение к Борису Ельцину, такая великая сила искусства. И в этом романе был эпизод, когда к греческому мудрюшу Араслу приходят молодые и говорят, у нас родился сегодня ребенок, и что мы должны сделать такого, чтобы он вырос здоровым и прекрасным человеком. Оракул посмотрел на них и сказал, вы опоздали на 9 месяцев. С моей точки зрения, вопрос, который вы задаете, это вопрос, который опоздал приблизительно на 25 лет. Понимаете, процесс сращения российских спецслужб с мафии начался практически с конца начаток начала 90-х. вообще катастрофа, которая произошла с Россией, произошла именно потому, что не при Путине, а вот тогда при Ельцине, когда мы с вами были молодыми и когда, может быть, мы чем-то не разобрали, мы допустили эту опухоль. И сейчас она развелась до такой степени, что никакой Путин уже не в состоянии разрубить этот узел. Но ведь говорили же, знаете, когда тоже обращались к началу 90-х, что, в общем-то, ниоткуда было взяться новой капиталистической формации, кроме как из спекулятивной среды советской, подпольных цеховиков и так далее и тому подобное. Откуда еще взяться людям с АЖП капиталистическим? Именно поэтому в идеале переход, который был совершен тогда, должен был совершаться другими темпами и, может быть, не так. На китайский манер опять. Да, к сожалению, да, китайский манер. И, к сожалению, вот эта революция Ельцина против Горбачева, она сыграла роковую роль, потому что именно эта революция создала вакуум, который заполнился этим криминалитетом. А навстречу к нему вышли те люди, у которых остались остатки реальной власти. И они там соединились в этом вакууме, в эту смесь, которая, как напал вам, вышла культуру в России. Вот и все. Мы знаем задаваться этими вопросами. Сейчас надо думать, где и откуда придет та третья сила и в каком форме, которая это все сметет. И с какими идеями? Так, чтобы Россия при этом осталась. Задача тяжелая, по-моему. Ну, понимаете, она, с одной стороны, кажется немыслимой. Абсолютно. Если мы жили в стране с такой печальной историей, в которой мы раз видели, как это все происходит. Владимир, ну, как тогда неоткуда было взяться другим людям, могли взяться только те, которые были тогда. Так и сейчас, я думаю, неоткуда взяться вот этой третьей силе. Сейчас может что-то родиться только из тех, кто сидит за этим столом, если вспоминать нашу паралит с игрой. истоком нашего разговора. Вы меня спросили тогда откуда кто появится. С моей точки зрения, реально, если не произойдет, если не случится война, как принято говорили, а сейчас я говорю об этом в прямом смысле слова, если не случится война, и по России не будут бродить, как в 1916 году, толпы вооруженных дезертиров, например, вернувшись из Донбасса, стили еще бог знает откуда озлобленных, то в этом случае единственный источник этой новой силы это сама власть и регенераторы или оппортунисты внутри власти, потому что там, в конце конца сформируется новое бюрократическое поколение, которое как раз будет чувствовать то, что Ходорковский называет синдромом двойной лояльности. Понимаете, людям, которым сегодня 60-65 можно думать только о своих внуках, людям, которые будут в какой-то критический момент во власти находиться в 40-45 им надо думать о том, с кем и когда они будут находиться в этой власти, когда те, кому 65-70 уйти. И вот они должны будут принимать для себя определенные решения и они будут ориентироваться на вот ту возрастающую нервозность в обществе, на возрастающее отторжение власти со стороны населения, которое сегодня не ощущается, но зерна которого сегодня сеются в том числе и этой пенсионной реформой, в том числе и этой глупой войной с Западом, которую Россия объявила противнику, превосходящему себя во много раз по силам, а учит китайская мудрость, самый плохой военачальник это тот, который идет на войну невзвесив свои силы. Это политолог Владимир Пустуков. Спасибо. Виталий Зимарский. Спасибо. Всего доброго.